В Самаре Иван Ильич пересел на другой пароход «Прияки трепку этим самым сербам!» – сказал Дмитрий Степанович, сняв с носа пенсне и бросил его на газету. «Ну, а ты что думаешь о славянском вопросе, кошка?» Даша, стоя у окна, пожал плечами. «Обедать приедешь?» – с тоской спросила она. «Ни под каким видом. У меня скарлатина на постниковой даче». Дмитрий Степанович не спеша взял со стола, надел манишку, застегнул чесучевый пиджак, осмотрел по карманам, все ли на местах, и сломным гребешком начал начесывать на лоб седые кудрявые волосы. «Ну, так как же все-таки насчет славянского вопроса, а?» «Ей-богу, не знаю, папа, что ты в самом деле пристаешь ко мне?» «А я кое-какое имею собственное мнение, Дарья Дмитриевна. Ему, видимо, очень не хотелось ехать на дачу, да и вообще Дмитрий Степанович любил поговорить утром за самоваром о политике. Славянский вопрос, ты слушаешь меня, это гвоздь мировой политики. На этом много народу сломает себе шею. Вот почему место происхождения славян, Балканы, не что иное, как европейский аппендицит. «В чем же дело, ты хочешь меня спросить?» «Изволь». И он начал, стал загибать толстые пальцы. Первые славян более двухсот миллионов, и они плодятся, как кролики. Второе, славянам удалось создать такое мощное военное государство, как Российская империя. Третье, мелкие славянские группы, несмотря на ассимиляцию, организуются в самостоятельной единице и тяготеют к так называемому Всеславянскому Союзу. Четвертое, самое главное, славяне представляют морально совершенно новый и в некотором смысле чрезвычайно опасный для европейской цивилизации тип богоискателя. «И богоискательство, ты слушаешь меня, кошка, есть отрицание и разрушение всей современной цивилизации. Я ищу Бога, то есть правды в себе самом. Для этого я должен быть абсолютно свободен, и я разрушаю моральные устои, под которыми я погребен, разрушаю государство, которое держит меня на цепи». «Папочка, поезжай на дачу», – сказала Даша уныло. «Нет, ищи правду там», – Дмитрий Степанович потыкал пальцем, словно указывая на подполье, но вдруг замолчал и обернулся к двери. «Папочка, поезжай на дачу» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова